Апикушин. Апикушин Александр Михайлович. Выдающийся русский скульптор. Родился в 1838 году в Ярославской губернии в семье крепостного крестьянина, скульптора-самоучки. Мальчиком Апикушин попал в Петербург. Работал в мастерской скульптора Йенсена. Занимался в Академии художеств. Сотрудничал с художником Микешиным, выполняя скульптурные фигуры для памятников по его проектам. Для памятника Тысячелетия России в Новгороде Апикушин вылепил фигуру Петра I. Для памятника Екатерине II в Петербурге девять статуи русских деятелей, в том числе статуи Орлова и Чичагова. В 1872 году Апикушину было присуждено звание академика за бронзовую фигуру Петра. Совместно с Микешиным Апикушин создал памятник русскому флотоводцу-адмиралу Грейгу, торжественно открытый в Николаеве в 1873 году. Наиболее крупное и известное произведение Апикушина – памятник Александру Сергеевичу Пушкину в Москве. Этот памятник является лучшим из всех работ, посвященных поэту, и одним из крупных достижений русской реалистической монументальной скульптуры. Другой, более скромный по размерам, но также живой и правдивый по образу памятник, был установлен в Петербурге. К числу основных произведений Апикушина относятся и памятники Лермонтова в Пятигорске, и выдающемуся естествоиспытателю Карлу Беру в Тарту. Уничтоженный в 1925 году памятник патриоту России, генерал-губернатору Восточной Сибири, графу Муравьеву Амурскому, был самым крупным монументом дореволюционной России. Статуя графа хорошо просматривалась даже с далекого расстояния. И в то же время в памятнике не было ничего официозного, он изящен и прост по композиции. Апикушин изобразил открытое и мужественное лицо русского человека. Граф стоял со скрещенными на груди руками в правой зрительная труба, в левый свиток Айгунского договора. Очень крупными и монументальными были созданы Апикушиным памятник Александру II в Московском Кремле и памятник Александру III близ Храма Христа Спасителя. Царь был изображен в своей любимой позе, сидя, немного наклонившись вперед. Создавался этот монумент исключительно на всенародные пожертвования. Всего тогда собрали 2 млн 388 586 рублей. В соответствии с ленинским декретом памятники были демонтированы после Октябрьской революции. Умер Апикушин в селе Рыбница Ярославской губернии в 1923 году.